Уважаемые депутаты Оренбургского городского совета, моя фамилия Романов, Ефрем Васильевич, я довольно непубличный человек и стараюсь не мелькать на экранах, обращаться к кому-то с просьбами, но вот обращение попечителей и воспитанников Оренбургского санаторного дома детства сподвигли меня на то, чтобы я обратился к вам по вопросу увековечения памяти глубоко уважаемого мною человека Валентины Николаевны Дозикеновой. Я не понаслышке знаю ее, знаком с ней, мы с ней дружили. И вот во время долгих разговоров она мне рассказывала, с чего это все у нее начиналось, какая у нее была сложная, тяжелое детство и юность. Если вообще говорить, она была таким неудобным для общества человеком, потому что многие вокруг пытались замалчивать, ссылаясь на мнимое благополучие нашего общества, но Валентина Николаевна, она прямым текстом в лицо говорила о существующей проблеме, проблеме детства, воспитания детей. И когда она только начинала свою трудовую деятельность еще в Акбулаке, уважаемый Алексей Андреевич Чернышев ее пригласил в Оренбург, чтобы она возглавила здесь, в Оренбурге, дом детства, когда депутаты третьего созыва Государственной Думы были избраны и председатель попечительского совета Оренбургского санаторного дома детства, Коган Александр Борисович был направлен в Москву работать. Воле судьбы сложилось так, что Валентина Николаевна обратилась ко мне, и я стал председателем попечительского совета. Вообще, в Оренбурге я начал работать с августа 2006 года, и вот когда поступило ее предложение, я с таким удивлением посмотрел, почему она ко мне обратилась. Потом она когда указала о том, что среди попечителей дома детства Хавилов Владимир Александрович, тогда в то время начальник ГИБДД области, затем Коваленко Валерий Викторович, который заменил его. Ну и немножко поразмыслив, я понял, что все-таки вопрос, он воспитания детей, благополучие детей тесно связано с нашей работой. Вот. Я согласился быть в составе попечителей дома детства. Ну и попечители меня избрали председателем попечительского совета. До 15-го года, до начала 15-го года, до моего переезда в Москву, я долгое время оставался председателем попечительского совета. удивительный человек Валентина Николаевна, которая могла собрать вокруг себя, вокруг дома детства многих меценатов, представителей бизнеса крупного, руководителя силовых структур, которые вот она своим отношением к этому вопросу, вот, а в том, что надо детям именно помогать, она объединила вокруг себя нас всех и я вот считаю, что не зря лично я столкнулся вот с этим вопросом. Я видел в глаза детей, какие у них грустные вот эти глаза все-таки, но в то же время они очень радостные, веселые в общении со всеми взрослыми, со всеми снами, потому что рядом с ними была мама, мама, маму они называли Валентину Николаевну. Она организовывала работу таким образом, что уже попав вот в этот попечительский совет, каждый из попечителей брал на себя такую вот обязанность с первого класса до десятого вести вот этот класс и постоянно отчитывались на таких вот планерках, совещаниях, кто что сделал. в свое время, когда приезжал к полномочию по правам ребенка Павел Астахов, он при обходе жилья, где проживали наши дети, он сделал замечание очень такому известному акуле бизнеса нашей области и сказал, неужели у них в комнатах должен быть такой телевизор, когда везде, почти чуть ли не в каждой квартире у наших жителей есть плазменный телевизор. Этому человеку было очень неудобно, но я не буду называть фамилии, он поймет, про кого идет речь. И это все воспринималось как положенное, что где-то здесь какая-то недоработка, но буквально по истечении определенного времени все это дело организовывалось таким образом, как должно было быть. Мы тогда в свое время организовывали площадку для безопасности дорожного движения. Яниди Виктор Иванович, Валерий Викторович Коваленко приезжали, значит, все это дело обустраивали, учили детей правилам дорожного движения. Валентина Валентина Николаевна была у нас в управлении внутренних дел нашей области членом общественного совета. И она очень активно принимала в этом участие. И наши сотрудники органов внутренних дел были горды, что в нашем общественном совете были такие известные люди в нашей области, как Валентина Николаевна Тазикенова и многие другие председатели. У нас был Владимир Николаевич Конюков. Я без раздумья сразу принял вот эту правильную идею и предложение о увековечении памяти Валентины Николаевны. Такой человек, как Валентина Николаевна, она должна быть примером и для подрастающего поколения, и для всех нас живущих. Потому что очень жалко, что такой человек, как она, ушла очень рано из жизни, но ее примеру есть сейчас люди, которые могут последовать и дальше работать на то, чтобы наши дети воспитывались в тепле, в ласке материнской. я думаю, уважаемые депутаты, вы поймете правильно и примете правильное решение в память Валентины Николаевны. Спасибо вам. Валентина.